Восьмая партия заставила поволноваться болельщиков и Карлсона, и Каруаны. Была разыграна сицилианская защита, вариант Свешникова. Каруана на седьмом ходу пошел конь d5. Конь бьет на d5, ed, конь b8. Немного лучше конь e7. После конь b8 последовала a4, слон e7, слон e2, короткая рокировка. Также короткая рокировка и конь d7. Игра равна, слон d2, f5. План черных связан с продвижением пешек e и f. План белых заключается в подрыве центра путем c4, c5. a5, a6, конь a3, e4, конь c4, конь e5, конь b6. Ладья b8, f4. Здесь возможен был вариант конь d7, слон e3, конь бьет на b6, слон b6, ферзь e8 с равной игрой. В партии Карлсон взял пешку на проходе e, f, слон бьет на f3 и g5. Этот активный ход ослабляет позицию черного короля. Лучше слон f6 с равенством. После g5 последовало c4, f4. Ничего не дает g4 из-за слон e2. И если пешки f и g двинутся дальше, черный король рискует попасть под сильную атаку. Итак, f4, слон f5, c5, подрыв центра черных с жертвой пешки, конь f3, ферзь f3, dc, ладья d1. У белых образовалась проходная пешка d5 и белые также могут атаковать черного короля. Слон d6, h3. Этим ходом Карлона теряет темп и упускает преимущество. Намного активнее ферзь h5, слон g6, ферзь h3, слон f5, ферзь h6 с сильной атакой. После h3 черные успевают защититься. Ферзь e8, конь c4, ферзь g6. Конь бьет на d6, ферзь бьет на d6, h4, g, h, ферзь взял на f4, ферзь f4, ладья f4, h5. Если здесь белые возьмут пешку h4, то черные ходом слон g4 запрут ладью. Она окажется вне игры. Поэтому ладья e1, слон g4. Ладья f6, ладья бьет на f6, слон бьет на f6, король f7. Слон h4, ладья e8, ладья f1, шах. Король g8, ладья f6, ладья e2, ладья g6, шах. Король f8 и после d6 ладья d2, ладья g5 соперники согласились на ничью. Счет в матче стал 4-4. Сегодня мы с вами смотрим девятую партию. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok